АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас не совсем обычный вечер, потому что он связан, в общем, с сегодняшним днем, с праздником, который имеет довольно сложное происхождение, потому что вот сегодня я читал в новой газете статью по поводу того, что вообще ничего не было, никакой Красной Армии не было вообще все поры еще 23 февраля 2018 года. Отдельные мелкие разрывные красногвардейские отряды под руководством представителя Центробалта товарища Требенко, который в свое время, значит, подписал смертный прикол к Тухачевскому, а через неделю после страшных пыток был расстрелся, вот Сталин в том же том, что в 1938 году велел создать какую-то дату отсчета праздника Красной Армии. Так вот велел, например, создать, что украинцам надо иметь своего Чапаева, и придумал же поручика Щерц. То есть поручик Щерц-то был живой такой человек, но все остальное миф. Ну и то же самое 23 февраля, никакой победы над немцами не было, наоборот, эти разросленные отряды грабили местное население, вот почитайте, там все историк некий написал довольно достоверную статью. Ну а это вроде 4 ноября тоже, когда, значит, у нас день, я говорю, Дня фашиста называется теперь, вот День народного единения. Что-то половину праздника, ведь это дутые получили, слава богу, Новый год еще нормально, или Пасху, да? Вот, но так или иначе, все равно надо было сделать какой-то День мужчин. А тут кажется, что же такое, День женский есть, а теперь вроде все равновесно. Но тем не менее, я попытался сегодня, обычно мы делаем концерт по заявкам, но сегодня, и мы это продолжим, конечно, вот тут есть записок, корзиночка и просьба туда записки писать. Но в первом деле, я хотел бы показать стихи и песни, связанные с российской армией. С российской, потому что Красная армия, Советская армия, это все равно производная от Русской армии, а регулярно Русская армия по существу начинала формироваться и флот при Петре Первом. Потому что перед этим, все стрелецкие формирования и всякое такое прочее, это была армия Московского царства. Петр Первый уничтожил Московское царство и создал Российскую империю. Именно поэтому я, если можно, начну с народной песни, которую я написал для кинофильма о Петре Первом. Это песня о строительстве русского флота, первого российского военного флота в 1696 году. Думаю, значит, был он создан как бы так, по официальным летописи, более достоверно, чем 23 февраля. И с этой песни, если можно, мы начнем. Эта песня есть тут в диске «Моряк, покрепче, живозлы», которая вышла к 30-летию русского флота. Отчегосно покоя неверная, цель наш батюшка входит к ручейнице. Перед ним англичане со шведами, кораблями, фрегатами чинятся. Мы поможем ему, люди сынные, для Рустова, превышая, план его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. На воротах лежу, она красная, мне не знать, не пытать судьбу первую. Я срублю, поварю сосну красную, сотворю из нее мачту белую. На Чеховской земле травы вылья, до заката холодная залива. Залетим корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Залетим корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. От землей под сырой я руду найду, а забыв про любую гневку вредную, Чёртой я не сожгу земяную руду, отолью из нее пушку бедную. Как подымется враг над Россией, ты каленым ядром в борт ударь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Мы послужим царю, правде верою, он отец нам родной. Мы его сыны, да скормились нам полную мерою. Ты сожжений земли, проплетет со луны, а ты доля тоска окаянная. Перестань нас бедою отталивать, залетим корабли в океан море, Распечатаем печаль государь его. Залетим корабли в океан море, распечатаем печаль государь его. Ну вот, я прочту стишок. Я не помню, его найдусь, очень давно был написан. По имени, по строчке, с которым назван сегодняшний вечер. Земля одна и честь одна. Мне жаль российских офицеров. А почему? А потому, что не дрожали под прицелом в пороговом густом дыму Гардемаринов и курсантов, пошедших по стопам отцов, Героев брошенных десантов, расстрелянных военспецов. Мне жаль российских офицеров, что перед Родиной чисты, Что были преданы всецело, и подоскневшие кресты Хранили в дедовской шкатулке в преддверии будущих атак. Но не французы и не турки был посерьезнее этот враг. Мне жаль российских офицеров. В донских степях или в Крыму могли, но не остались целы. Все сгинули по одному. И красный маршал Тухачевский, и белый офицер Турбин. Все головы сложили честно. Мы обо всех о них скорбим. Мне жаль российских офицеров, шагающих перед полком. Взойдет ковыль и льет церна над их истлевшим костяком. Болтух их неизменно стоек. И не согнули их потом ни суть чрезвычайных троек. Ни танки сломанным крестом. Мне жаль российских офицеров. А почему? А потому, что знали собственную цену и не сдавались никому. Смешны понятия их чести. Нет ни покрышки, ни дна. Не породы все лежат, а вместе. Земля одна и честь одна. И вот, погружаясь в историю, мы вспоминаем, что именно офицеры, гвардейские, армейские, когда-то вершили судьбы держав. И поэтому не всегда были концовы передовой линии борьбы за свободу. Как-то не странно звучит именно так. Гвардейский вальсов. Задушили Петра, задушили по делу. Не вставали с утра, так листва предела. Всюду крики «Ура!» Не опущен шлагбаум. Пыль уносят ветра на ранен бал. Всюду крики «Ура!» Не опущен шлагбаум. Пыль уносят ветра на ранен бал. От Филиса улыбка. Пыль уносят ветра на ранен бал. Пыль уносят ветра на ранен бал. Граф Никита Иванович, сколько все в этот раз. Пересказано за ночь, вся надежда на нас. Граф Никита Иванович, произволок конец. Может, допустят охрану. Мы войдем во дворец и прикончим тиран. Пусть бедою кразят, нам вещает Кассандра за свободу, друзья. За царям Александра. Пусть бедою кразят, нам вещает Кассандра за свободу, друзья. За зарядный сад и мусар удалой Не испытаем судьбину Николай отдалой И виван Константину на удышнях кровь Алый тунц надежда на наследника вновь Пребываем в надежде С нервы спачкала кровь Дум с нашей надежды На наследникам вновь Пребываем в надежде Спасибо Ну и еще, если говорить о традициях офицерской чести в русской армии Нельзя не вспомнить замечательного Придем у себя образ Такой из Михаила Ульянова Когда я думаю об этом герое Лугакова Генерал Черноте Придем у себя идет Замечательная Роль Михаила Ульянова В фильме «Век» Итак, Ромас Черноты Не вошедший в кинофильм «Бег» Как медь умела петь В монастыре до речи Ах, как пылала ледь А в нем в крутые плечи Звененье тринцеля Литерный конец Сборок от белых стен Крепка До белых скал Пасхов Звененье тринцеля Литерный конец Сборок от белых стен Крепка До белых скал Пасхов Зачем во свете лет Оставший долг в уставе Не в тот пошел ее цвет На Марс не тут, а сны Могил волны моря Виталия синий ову От белых стен кремля До белых скал пасхора Могил волны моря Виталия синий ову От белых стен кремля До белых скал пасхор Не лучше ли с чекой Мне было бы спознаться К родной земле щекой В последний раз лежаться Стать вон короля Среди седлого сорока Меж белых стен кремля И белых скал пасхора Стать вон короля Среди седлого сорока Меж белых стен кремля И белых скал пасхора А знаете, почему большевики победили в данной гражданской войне? Потому что на стороне молодой Красной Армии Воевало прямо в два раза больше кадровых офицеров царских Чем наоборот Вот такая история Ну и если двигаться дальше Двигаться дальше Двигаться дальше Вот у нас тут есть сериал фильмов «Атланты держат небо» Я уже рассказывал Это первый раз Это недавно законченный сериал По моим воспоминаниям И уже после фильма Вышло-то двухтопник Который тут есть Высшее воздействие «Аксмо» А первый том «Атланты держат небо» И «Веркулесовые столбы» Воспоминания старого островитянина Который уже с учетом фильма Это был написан потом Фильм 3-4 серии Это вся моя жизнь Начиная с 33-го года И окончая позапрошлым И там очень много серий Посвящено Разного рода поездкам Собственно-фильм не о себе А о эпохе Скорее И вот Две серии там Сняты в Париже Одна из них Была снята на кладбище Сан-Джавео-де-Буа И там очень много хроникальных кадров И если вы не были на этом кладбище Это удивительное зрелище Это другая Россия Там похоронены Бывшие воины Белой гвардии Белой армии Причем они лежат в Бородном А вот Ильянно Значит, врангелевцы с врангелем Марковцы с марковом И так далее, и так далее Но более всего меня Поразила часть кладбища Где похоронены генералы Бывшие полковники Но окончавшие в свое время Одни и те же кадетские Корпуса Они комплексного Городного детства И них кроме званий И фамилий На каждой На троганной плите Погончик маленький Того кадетского корпуса Которого они когда-то Кончали И вот такое Стихотворение Стихотворение На могильной плите Стихотворение И мамино платье И папин мундир И родина На кладбище сэнжедевьевне буа За фене За фене не врастает трава Ее разотет, как львовник Стрижет аккуратно Садовник На кладбище сэнжедевьевне буа Где статуи стыдов В пессовых буа Покой обρείли Эмигранты Свободы Российской каранты На кладбище сэнжедевьевне буа Где статуи стыда Фессовых буа Покой обрили Эмигранты Свободы Российской каранты На кладбище сэнжедевьевне буа Земля тогда Февральского снега-бела Не смотрят На черные кроны, забыв про коне�� скатроны. Летит у обители Сенджак-Амьев, Скворцов прилетевших в возбуд Between hippies, Связа пинки птичьи. Здамский или Ново-Теличья, Свинитор в перитере Сенджо-Напьев, Скворцов прилетевших в веселый напев, Связа пинки птичьи. В здамский или Ново-Теличья, Опять в ожидании новой весны Покойникам снятся московские сны Где вьюга кружится, видая Витые кресты поплетая Знакомые с детства родные места Их купол сияет над храмом листа Нужно и усовшим надежду Что все собратится, как прежде Знакомые с детства родные места Их купол сияет над храмом креста Склоняя усовшим надежду Что все возродится, как прежде Знакомые с детства родные места На ладвичах Сен-Жене вьет-боа Исчезнув с планеты, как птица-боа Лежит ливидиная стая В парижскую землю растая Меж мраморных ангелов и терпсихор Поет им каноны невидимых ор И нету, как ясные спенья Свободы помимо успенья Меж мраморных ангелов и терпсихор Поет им каноны невидимых ор И нету, как ясные спенья Свободы помимо успенья АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь придется нотыреть Не видать нам седы впредь Здесь придется нотыреть Ковына попасть в Бариж Где в окне вначале тишь Белеви на фрустаге На фронт зустыдно в земле Белеви на фрустаге На фронт зустыдно в земле Спасибо А вот сколько идет вперед Я вот не знаю, по-моему, есть в России Хоть один памятник, посвященный Значит, вот единению жертв гражданской войны Вот я только что был в Казани И там под Казани есть старинный монастырь Который в начале, значит, в 18-19 году То приехал отряд чекистов Который, значит, монастырь закрыл Банахов начал там гнобить И они ударили вечевой колокол И понабежали местные крестьяне И все весь отряд перебили Потом приехала карательная экспедиция Все их перестреляли И вот сейчас несколько лет назад Поставили очень интересные памятники Щирка красков Красная и серая часть Набранной плиты И памятники темы Я в Америке много видел таких памятников В гражданской войне Вот И вот это первое Я не знаю, есть и другие памятники В России Это памятник у меня совершенно потряс, честно говоря Я был первый раз, когда это было в 63-м году В Гибралтаре на испанскую границу Я написал такую песенку Как воспоминание О злосчастной испанской войне 36-го года У нее своя история И посвящена тоже значительная частью В воспоминаниях в фильме И в книге Песня называется «Испанская граница» В свое время была глухо запрещена И началась О испанской границе Пахнет боем быков С поломученной пылью И запекшейся кровью О испанской границе Не найдешь земляков Кроме тех, что легли здесь Серый крест в изголовье О испанской границе Не найдешь земляков Кроме тех, что легли здесь Серый крест в изголовье Каталонские лавры Над бойцами шумят Где-то плачут над ними Багаданские ели Спят как брики полегших А на праздную река Рубачи озорные Постареть не успели Эй, ребята, вставайте Нынче времени спать До седых жилей Пришивайте петлицы Вы бригаду под знамя Соберите опять О испанской границе О испанской границе Вы бригаду под знамя Соберите опять О испанской границе О испанской границе Но молчат комиссары в той земле ледяной, И в завьюженной тундре солнце жаркое снится. И колыбские ветры все поют над окной В испанской границе, в испанской границе. И колыбские ветры все поют над окной В испанской границе, в испанской границе. Спасибо. Приходят другие времена. Вождей воинов на поле пранеубиенных Прими к себе, и память сотворит. Неистроенный хор звучит в церковных стенах, Где пахнет свежей известью внутри. Здесь отпевают моряков конвоев, Что сгинули отсюда вдалеке, Меж прочих с непокрытой головою Стою я со свечкой в руке. Забытые припевные раны, Под флагами союзных перча стран, Среди других сагбетных ветеранов, Стою я, как будто ветеран. А сколько здесь мой дом сгорел в блокаду, В которой мне выжить довелось, И сам я, выраженец Ленинграда И Петербурга нынешнего гость, Знакомлюсь с детства в чаях этих шорох, И монументов бронзовая рать, Седа и сам я не в пример другому Когда-нибудь отправлюсь умирать. А девушки поют в церковных горе, И вдалеке от питерской земли Шубит в тумане Баренцево море, Погибшие, вскрывая корабли. Память о конвоях, 18-й. Обмет в неоконченном споре Злой сирены породительной воли, Для похода в студеное море Корабли собирают конвои, И в волнах раскрывают объятия, И в полю провожают будки. Это ваши отцы или братья, Повалитесь за них, моряки! Это ваши отцы или братья, Повалитесь за них, моряки! Каждый твердо на звезду свою верит, Только знать никому не надо, Кто вернется обратно на берег, Кто уйдет на холодное дно, Не дожидит до скорой победы, Народонушные судьбе вы в реки, Это ваши отцы или деды, А молитесь за них, моряки! Это ваши отцы или деды, А молитесь за них, моряки! Смотрим тех, кто стоит у штурвала, Чтоб порода неледной была, Чтобы бомба суда миновала, Не торпеда в воде обошла, Отлетают их светлые души, Словно чайки в полете легки, Никому не добраться до суши, А молитесь за них, моряки! Никому не добраться до суши, А молитесь за них, моряки! Над водою соленой от горя, День полярный горит с небой, Для похода в студеное море, Корабли забирают от горя, Там грабочат соленые прибоя, И на молча тонут венки, Это те, кто закрыл вас собою, Повалитесь за них, моряки! Это те, кто закрыл вас собою, Повалитесь за них, моряки! Несколько лет назад, в Питере, Больше десяти лет, Было впервые открыто кладбище немецких солдат, Погибших под Ленинградом, Там, что было семидесятых человек, Лежит, я участвовал в открытии этого кладбища, Очень неоднозначное было отношение к этому, И среди современных ленинградских детей, От пяти до десяти лет, Была беремен конкурс, Как они себе представляют военную блокаду, Они, конечно, военную блокаду не видели, И одна девятилетняя девочка Нарисовала комнат такой зеленый, И две могилки рядом, Немецкая, С каской, значит, на кресте, И наша, советская, такая пирамидка, С фоняной звездочкой, И на ней пробитая пирамидка, Вокруг цветочки растут, Птички летают, Мир. И вот такая песня. День над горном шпиль, Натянув, как струну, Облака, как гитарная дека, Ленинградские дети Веселит войну На исходе двадцатого века. Им не надо бояться Бомбежки ночной, Сухари экономить не надо, Их в эпохе иной Обойдет стороной Позабытое слово Плакаду. Их в эпохе иной Обойдет стороной Позабытое слово Плакаду. Плакаду. Мир сегодня Мог измениться Куда не взгляну, За окошком Кривит дискотека. Ленинградские дети Рисуют войну На исходе двадцатого века. Завершились подсчеты Заимных потерь, Поизметилась врина, Плакаду. И противники бывшие Стали теперь Ленинградской Горючей землей. И противники бывшие Стали теперь Ленинградской Горючей землей. Ленинградской Горючей землей. Ленинградской Горючей землей. Горючей землей. Ленинградская Горючей genetic В камуфляже зелёном, ухмелев плену, тянет руку к машине коллега. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. И соседствуют мирно на белом листе над весельной травою короткой. И немецкая каска на чёрном кресте, и звезда под пролитой пилоткой. И немецкая каска на чёрном кресте, и звезда под пролитой пилоткой. Подобие чёрно-белого экрана, скупая ленинградская природа, Павлиуса проходят ветераны, содержится их меньше год от года. Грохочет медь, открытые окна в доме, по мостовой идут они едины. И сверху не видны, как на ладони хординат, и скорбленные спины. С годами всё труднее, их марш короткий, и слёзы неожиданная душа. До их нетвёрдой старческой походки, от песен их, что разрывают душу. И взводы не набрать им в каждой роте, пусть нет и затемнение в Ленинграде. Они одни пожизненно на фронте, они одни пожизненно в осаде. И в мае раз в году, по крайней мере, прикрытся снова, Как когда-то, подсчитывать растущие потери, держаться до последнего сона. Но, к сожалению, на этом подвиги и необходимой защиты то лицевого отечества, то ли разбираться с другими отечествами, не закончились. Есть вот у нас, кстати, одна серия, там, святая в Америке, называется строчкой из этой песни, которую я сейчас спою. Там мы снимали фильм в Вашингтоне, на Малу, в центре Вашингтона, где, значит, все правительственные учреждения, гробницы Вашингтона, Конгрессы и всякое такое. Вот. И там при нас была антивоенная демонстрация против войны в Ираке. И там я увидел памятники Корейской войне, Вьетнамской войне. И все вспомнили про нашу, Афганскую и Чеченскую. Вот эта серия удивительна. Я думаю, что не только у нас на большой экране, но и в Америке. Потому что там идут хроникальные кадры грязной Вьетнамской войны, грязной Корейской войны, грязной Афганской войны и грязной Чеченской. Все в перевешку. Вот такая песня. Чеченская почта. Да. Чеченская почта тебе... Чеченская. Чеченская почта. Чеченская почта тебе болевает, В дом стучится, И на крестной войне убивает, Как на чистой. Я бы ночью зову заболитой, Там в геруху и... Чеченская почта. Чеченская почта. Чеченская почта. Ст crescencenую монасты, От грязни, От корабя не настия... Снегу растают, А стоять им приказано насмерть, где поставят Щепта почта к тебе поливая, вновь стучится И на грязной войне рубивают, как на чистой Грудь свершен и щенят проклятым Бог Всевышний Там, где брат разбирается с братом Третьей Вишней Под огнем стремителем сгинет, под фугаской На бесплоданной чужбине, на Афганской Писаря подсчитают потери и не громко Постучиться в закрытой двери, по хоронках Писаря сосчитают потери и не громко Постучиться в закрытой двери, по хоронкам Постучиться в закрытой двери, по хоронкам Музыка. Ветер кружится, рассеян, над размытыми путями Злая, мачеха Россия, что ты делаешь с дитями? Злая, мачеха Россия, что ты делаешь с дитями? Хочет того ли кормить сбереженными кусками, Чтобы в братской богине мы крапиночку искали? Не от честья с добром и лаской, Не от счастья то ли женской, На авгардской до авгардской До чеченской От ярмарской до авганской, От авганской до чеченской. Опечаленные лица, Звуки стержанного мата, Боевдорожная клубица Возле раймоенкомата. Для солдатской службы честной Будут мальчики рождаться От авганской до чеченской, От чеченской до гражданской. От авганской до чеченской, От чеченской до гражданской. В памяти подводной лодки Курска. Наша держава, как сутно сбивается с курса. Наша держава, как сутно сбивается с курса. Приходящий, как прежде тревоженный лих, Вечный покой, марикан затонувшего Курска, Вечный позор над мираном покидавшим их. Вечный покой, морянам затонувшим узком Вечный позор, адмиралам покинавшим Дым от разрывов, разводятся в небе морозным Сравами имут лишь те, кого нету живых Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор, генералам подстающим их Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор, генералам подстающим их Снова нам жить, мир с тобою мучительно ссорить Сбудить о том, что такое свобода и честь Мир потерян на потом, кого тративших ссорить Мир на людей, у которых она еще есть Мир потерян на потом, кого тративших ссорить Мир на людей, у которых она еще есть Боя барабана ударит госталые уши Строя гитары, сердца позовут за собой Боя продолжается вновь на воде и на суше Самый последний и самый решительный бой Боя продолжается вновь на воде и на суше Самый последний и самый решительный бой Наша держава, как суд, сбивается с курса Вверх, приходящий, как прежний, тревожит их Вечный покой морякам затонувшего курска Вечный позор адмиралам покинувшим их Вечный покой морякам затонувшего курска Вечный позор адмиралам покинувшим их Пахнет дымом отбавших знамён Малопробу от битвы жестокой Стан последний вчера в Иссиону И вступают враги в Севастополь Израненный молвит солдат Сботыкаясь на каменном спуске Этот город вернётся назад Севастополь останется русским Этот город вернётся назад Севастополь останется русским Над кормой он крестущий флаг В небе мессеров хищные стаи Вдаль уходит последний паряг Карнабельную окну оставив И твердит он смотря на закат И на берег покинутый узкий В последний мир год Покинающий графское призвание И шепчу я прищурив глаза Не скрывая непроженной грусти Этот город вернётся назад Севастополь останется русским Этот город вернётся назад Севастополь останется русским АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, по этому поводу Была ещё вторая песня Стректированского флота Которая повеселее, чем первая Так, ну я рассказывал историю этой песни Это есть тут целый диск Где она именно так и записана Как хотели, чтобы она звучала Была вторая песня Это написано для кинофильма Петре Первом Режиссёр потребовал, чтобы я отразил В этой песне много чего Первая – технология строительства Паразского флота Вторая – православная религия Третья – тяшка, пятая – крепостничество Четвёртая – война со Швецией Но самое главное, чтобы песня была Царная, хулиганская и народная Песня написана вот здесь, вот на этом диске Не под гитару, а под народные инструменты Польбу пушек, победные трубы И прочее, прочее, прочее Отпесня со стойковым голосом Итак, усть серевый Начало XVIII века Закандрил стук топора Народ строит Первый военный флот Мы народ артели, дружим с топором Проще корабель, но и солнце подберём Эх, православный глянька, с берега народ Погляди, как ванка, поварю плывёт Православный глянька, с берега народ Погляди, как ванка, поварю плывёт А через зарёй знамя Христа Выспарил с полою крепкие поля Эх, православный глянька, с берега народ Поглядь и как варенька, а вы плывет. Православный глядь, а с перерат народ, Поглядь и как варенька, а вы плывет. Девку с голой грудью я изображу, А мелкую орудью тоже режу. Эх, ты в мордирах грядь, а в пучинной вод, Расскажи, как варенька, а вы плывет. Эль матеря грядь, а в датчинной вод, Расскажи, как варенька, а вы плывет. Держивость над нами, барская лоза, Бери нас кнутами, пролив железа. Эх, ты в мордин грядь, а от своих ворот, Как в аломат твой валька, а вы плывет. Эль матеря грядь, а в датчинной вод, Как в аломат твой валька, а вы плывет. Море наша сила, а море наша жизнь, Веселись, Россия, Швеция, держись. Минноземная глянька, змея народ, Мемороз гибанька, полною плывёт. Минноземная глянька, змея народ, Мемороз гибанька, полною плывёт. На этой автористической ноте мы завершаем первое деление. Можно выгодно загрузить, второй трех поедет по запискам. Спасибо! Спасибо! Спасибо!